Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Мы снимаем дневники правокурсника, мы хотим, чтобы твое лицо сияло в кадре. Нет, спасибо им. У вас будет номер про супергероев? Нет, вы все узнаете, вы все увидите. У вас будет самая крутая программа? Хотя бы тематику? Нет. Все в секрете? Все будет в лучшем виде. Все в лучшем виде, а улыбайся на камеру. Ты просто очень мило улыбаешься. Спасибо. А почему именно красный? Почему у вас так много красных? Вот так вот. Да? Да. Точно чуть-чуть в пауке? Нет. А паутинку не пускаешь? Нет. Даже у меня прекратила выделяться паутина. Итак, информацию мы так и не получили. Чтобы не тратить время зря, перенеслись в концертный зал. Сейчас основное действие происходит именно там. Выступает Институт физики со своим не менее научным сюжетом о жизни на пути Николы Теслы. И несмотря на замысловатый научный подтекст, мне удалось связать тематику с качественно подготовленными концертными номерами. Внимание на экран. Вот такие номера показал Институт физики. Программа прошла хорошо, но, к сожалению, без Юры Зонина. Куда запропастился бессмертный ведущий всея Казанского федерального университета? Для нас это вопрос. Без него Институт физики уже не будет прежним. Мы же надеялись, что Юра появится на сцене хотя бы трижды. Но нет, ничего с этим не поделаешь. Передаем Юре Зонину привет и двинемся дальше. Нас ожидает диалог с интересной личностью. Друзья, это Никита Токтасинов, наш независимый эксперт. Он появляется всегда посередине любого фестиваля. Неважно, где он не первый курсник или студенческая весна. Сегодня он прибыл к нам снова для того, чтобы поделиться своим мнением. Никита, как тебе фестиваль? Кого ты можешь выделить? У тебя замечательные усы. Всем привет, спасибо, что оценил мои усы. Я бы не стал сравнивать один институт с другим, пока не отсмотрел все институты. И при этом нельзя сравнивать день первого каоса. С студенческой весной это совершенно два разных фестиваля. Я бы сейчас не выделял какой-то конкретный институт. Я бы, скорее всего, выделял конкретных личностей, которые раскрылись уже на данном этапе. Какие-то показали интересные номера, какие-то интересные выступления. Сейчас вот сходу не вспомню, кто это был на самом деле. Мы снова здесь. Выступает Институт международных отношений истории Востоковедения. Мы хорошо запомнили этих ребят. Они активно отказывались спойлерить нам концерт. Мы ждали и дождались. Ребята не зря таили молчание. Сейчас на своих экранах вы можете увидеть номера определенно будущих призеров фестиваля. Один номер достойнее предыдущего. Обилие массовости и хорошей хореографии определенно выделяют институт из ряда остальных. И даже ложная концовка с выступлением сторонников КПРФ и революционным настроением выступающих не смогла отбить желание любоваться концерт. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Желаем мы моему и дальше радовать нас мощными концертными программами и пополнять свои творческие единицы талантливыми натурами. С некоторыми из таких мы уже успели обменяться впечатлениями. ПЕСНЯ Прошел ваш концерт. Как ваши впечатления? Ставили кайф? ПЕСНЯ 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 отношений и истории востоковедения. Мы увидимся с вами завтра. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и до новых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова